В границах зоны потенциальной опасности оказались сразу четыре детских сада в Иркутске. Все они закрыты из-за подозрений на вспышку острой кишечной инфекции. При этом находятся дошкольные учреждения недалеко друг от друга. Евгений Шоев выслушал мнение специалистов и попытался разобраться в причинах непростой ситуации. Если бы у инфекции были ноги, вряд ли бы она попала за этот забор. Но, увы, болезнь распространяется иначе. Сегодня детский сад номер 79 закрыт как для воспитанников, так и для их родителей. На дверях и заборах нет ни одного объявления о причине, но все местные жители отлично ее знают. Несколько детей, по данным Роспотребнадзора, заразились острой кишечной инфекцией. Те же, кого болезнь обошла стороной, теперь вынуждены гулять не на детских площадках с воспитателем, а по улицам города с родственниками. Так, как это делает четырехлетний Максим. Его бабушка специально приехала из Тайшета, чтобы сидеть с внуком. Дочь мне позвонила, сказала, что вот в пятницу, она с утра его отвела в детский сад, сказали, что днем позвонят обязательно и скажут, что на карантин закроют. Ну и в три часа позвонили действительно, и пришлось забирать его. И сейчас вот мы до понедельника, до следующего будем дома. Сейчас работа детсада временно приостановлена по рекомендации регионального Роспотребнадзора. А вот официально закрыть сад на карантин можно только по решению суда. Пока никакого заседания не состоялось. Нет на сегодня и точных официальных данных ни о количестве заболевших, ни об их диагнозе. По одной информации выявлена энтеровирусная инфекция. По другой, возможно, у многих просто ОРВИ. При этом именно от того, какой из фактов будет подтвержден, зависит судьба четырех дошкольных учреждений Иркутска. Слева от меня садик 79. Закрыт. Справа детский сад номер 148. Также закрыт на карантин. Общего между ними, пожалуй, только вот эта дорожка. Абсолютно разные территории, разный персонал, разные пищеблоки. Сейчас во всех детсадах идет дезинфекция. Параллельно специальная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшего. Главное понять, чем именно заболели дети и как распространялась инфекция. В связи с тем, что острая кишечная инфекция пока основная версия, то Роспотребнадзор рассматривает водный путь передачи возбудителя как наиболее вероятный. Все детские сады находятся в непосредственной близости друг от друга и подключены к одним и тем же коммуникациям. В то же время исследования ресурсоснабжающей организации говорят о другом. Совместно с Роспотребнадзором мы проводили отбор анализов. Есть данные предыдущих анализов. Этот мониторинг проводят постоянно. И никаких признаков того, что по качеству воды были какие-то отклонения или загрязнения, так скажем. Их нет, поэтому рабочая версия, как одна из версий, не нашедшая подтверждение. Какая версия окажется истиной, покажут результаты исследований. Возможно, первые факты официально озвучат уже завтра. Евгений Шоев, Сергей Полянский. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова